Всем привет! Спасибо, что присоединились к нам в этот понедельник. У нас есть хорошая горячая тема. Это, вероятно, та тема, которую Райан и доктор Райан и я могли бы обсуждать часами. Это будет немного затянувшаяся дискуссия. Но вы знаете, что мы собираемся затронуть основные моменты. И да, это своего рода итог. Просто соберите всю необходимую информацию. Итак, я Лиза, а это доктор Райан. Добро пожаловать на наш прямой эфир в понедельник. Всё в порядке. Итак, ребята, знаете ли вы, что первым признаком старения является нарушение обмена веществ? И что 93% американцев страдают нарушением обмена веществ? Это огромные-огромные цифры. И на самом деле это очень-очень страшная вещь. Итак, сегодня мы расскажем о том, что такое метаболическая дисфункция, для тех из вас, кто не знает о роли митохондрии в метаболизме, потому что всё это взаимосвязано. Как обратить вспять метаболическую дисфункцию? Потому что она очень обратима. И добавки, которые поддерживают наши митохондрии, и в целом я имею в виду поддерживают наш метаболизм, верно? Так что нам предстоит очень многое обсудить. Очень много. Но если вы, ребята, ещё не подписались на наш канал, пожалуйста, убедитесь, что вы это сделали. Таким образом вы не пропустите ни одного из этих тренингов, не так ли? Мы проводим их каждый понедельник в полдень, так что это отличный материал. И если вы снова приходите к нам, спасибо вам, добро пожаловать обратно. А если вы новичок, поставьте нам оценку в комментариях. Нам просто нравится узнавать новых людей, потому что, знаете ли, присоединение к нам очень много значит для нас. Я уверен, что так оно и есть. Совершенно уверен. Хорошо, итак, давайте начнём. Всё в порядке, Доки. И попробуйте начать с этого. Подведите итоги менее чем за 30 минут. Хорошо, так что же такое метаболическая дисфункция? В конечном счёте, это хроническое воспаление, окислительный стресс и митохондриальная дисфункция. Это три основных фактора, которые в конечном итоге определяют, что такое метаболическая дисфункция. И ещё раз, как я уже говорила в начале, 93% американцев страдают метаболической дисфункцией. Это означает, что многие из нас идут по жизни, думая, что всё замечательно, что мы здоровы, но в нашем организме происходит так много неправильных процессов. И иногда проблема в том, что когда они действительно проявляются, становится слишком поздно. И именно об этом мы хотим рассказать, чтобы не допустить, чтобы это стало слишком поздно. Хорошо, давайте рассмотрим хроническое воспаление. И вы можете вмешаться в любой момент, но позвольте мне просто дать основные определения, потому что я знаю, что вы действительно хороши в том, чтобы идти глубже. Итак, хроническое воспаление. Мы все знаем, что такое воспаление. Давайте поговорим о первом типе острого воспаления. Острое воспаление – это то, что полезно. Райан много говорит об этом. Например, если вы порезались, организм посылает небольшие воспалительные сигналы для заживления. Так и должно быть. Хроническое воспаление – это когда ваше тело продолжает работать, продолжает посылать воспалительные клетки, хотя на самом деле никакой опасности нет. Иногда это может быть продемонстрировано. Я имею в виду, что часто воспаление является молчаливым убийцей, потому что часто мы не знаем, что происходит в нашем организме. Как я уже сказала, пока не станет слишком поздно. Но это может быть что угодно – от заложенности носовых пазух, головных болей, ломоты в суставах. Я имею в виду, каковы другие распространенные признаки хронического воспаления на базовом уровне. Да, конечно, боли в суставах, наверное, самые распространенные. Верно, у меня низкий уровень энергии. Я имею в виду, что я очень энергичная. У нас низкий уровень энергии. А еще у нас есть хроническое воспаление, которое постоянно происходит в нашем организме. Наш организм постоянно посылает воспалительные клетки, а потом у нас возникает, как я сказала, окислительный стресс. Так вот, это дисбаланс свободных радикалов и антиоксидантов в нашем организме, который в конечном итоге приводит к повреждению клеток. Теперь, когда я говорю о повреждении клеток, хроническое воспаление, окислительный стресс и дисфункция митохондрий – все это приводит к повреждению клеток. Но в основном это связано с окислительным стрессом, а затем с нашей митохондриальной дисфункцией. Наши митохондрии являются энергетическими центрами наших клеток. Они умирают. Они умирают, потому что не работают. В нашем организме что-то происходит неправильно. Так что здесь много чего есть. Но более детально, больше или меньше. Я чувствовала, что у нас всё получилось хорошо. Мы собираемся обсудить это ещё раз. Я здесь. Я знаю, что все будут продолжать пялиться на это. Сделайте круг. Отойдите назад. У меня есть небольшая тема для разговора. Итак, суть в том, чтобы понять, что такое хроническое воспаление, окислительный стресс и митохондриальная дисфункция. Чтобы мы могли помочь предотвратить, обратить вспять, повысить осведомлённость, что бы это ни было, не так ли? Мне это очень нравится. Всё в порядке. Давайте сделаем это. Хорошо, и так. Какова роль митохондрии в метаболизме? Так почему же я привожу сюда вопрос о метаболизме? Потому что это слово всем понятно. При медленном метаболизме вы набираете вес. При быстром метаболизме вы теряете вес. Это в точности соответствует общепринятому мнению. Но метаболическая дисфункция связана с обменом веществ. Именно так работают наши клетки, не так ли? То есть, по сути, именно так мы преобразуем энергию пищи в клеточную энергию, и именно так работает наш организм. Я имею в виду, что в нашем организме насчитывается 40 триллионов различных клеток, 40 триллионов клеток в нашем теле. Происходит 40 триллионов химических реакций. Всё это требует энергии, которая в конечном итоге поступает из пищи и преобразуется в клеточную энергию. Это очень сложно понять и изложить в двух словах. Но я не знаю, что я говорила о митохондриях, или о том, что энергетический центр находится над клеткой, но у них есть источники энергии. Кроме того, метаболизм — это наша жизненная сила. Как и нам, нашему телу нужна энергия, чтобы двигаться, думать, дышать, оставаться живым. Я имею в виду, что всё это взаимосвязано. Поэтому я хочу, чтобы вы подумали о том, что когда вы слышите о митохондриях, метаболизме, метаболическом синдроме, метаболической дисфункции, всё это взаимосвязано. Так что пусть вас не смущает, что каждый из них подобен определённому объекту. Они работают вместе. И все симптомы, которые у нас есть, все симптомы возникают из-за клеточной дисфункции. Так что подумайте, я имею в виду, что я говорю о том, что у меня болит голова, о клеточной дисфункции, не так ли? Вы знаете, я имею в виду всё, что происходит в нашем организме — вялость, затуманенность мозга, клеточную дисфункцию. Всё это происходит, но мы больше не осознаём этого. Мы думаем, у меня болит голова, пойду приму ты или нол, или адвил, чтобы избавиться от головной боли. Мы не останавливаемся и не спрашиваем, почему у меня болит голова, я что сегодня выпила недостаточно воды, я не выспалась прошлой ночью или спала недостаточно хорошо, какую пищу я ввела в свой организм, что могло вызвать эту головную боль, нужно ли мне увеличить количество антиоксидантов во фруктах и овощах, нужно ли мне вернуться к привычному приёму пищевых добавок, от которого я отказалась, или уменьшить воспаление. Мы просто подумали, у меня болит голова, сейчас я её вылечу. Таким образом мы, как люди, игнорируем своё тело, мы игнорируем свои симптомы, эти сигналы, это то, что наше тело говорит с нами, общается с нами, и если мы постоянно игнорируем это, мы никогда не сможем установить, что происходит, и лечить, обращать вспять, предотвращать что бы то ни было. Это и есть нарушение обмена веществ. Это очень печальный, печальный, печальный цикл. Да, и мне часто нравится игнорировать. Или они каким-то образом просто принимают тот факт, что этот уровень, ну знаете, низкой энергии, затуманенности мозга, отсутствие либидо, низкой мышечной массы, низкой мотивации. Ну знаете, не оптимальные, просто всё в жизни каким-то образом нормализуется. Вы знаете, это похоже на то, что это часть старения, или это тот этап жизни, который вы начинаете. Вам уже за 40, и вы начинаете. Нет, как будто ничто не может быть дальше от истины. И я думаю, как вы и сказали, вы по крайней мере игнорируете это. Верно? Да, и я имею в виду, что вы даже можете привести такие примеры, как эректильная дисфункция, бесплодие. Я имею в виду, что всё это говорит нам о том, что наши клетки в этом отделе нашего тела не функционируют должным образом. Происходит гибель клеток, возникает клеточная дисфункция. Что-то происходит. Но что же нам делать? Мы работаем в рамках традиционной системы здравоохранения. Мы стучим, стучим, стучим в дверь врача и говорим «У меня Эд». Что я могу сделать? Вот таблетка. Продолжайте в том же духе. А не почему у вас есть Эд. Мы не можем просто принять тот факт, что это происходит из-за того, что мы стареем, потому что это не так. Я имею в виду, да, старение — это часть, ну, вы знаете, гибели клеток. Я имею в виду, что это случается. Но есть так много вещей, которые мы можем сделать, чтобы предотвратить это. Но в большинстве случаев это происходит из-за чего-то другого. Всё дело в том, как мы относимся к своему телу. И я также хочу, чтобы вы тоже подумали. Есть факторы окружающей среды, о которых мы всегда говорим, которые мы не можем контролировать. Экологические токсины, которые, если вы не живёте в пузырь, я имею в виду, что это невозможно. Но эти вещи также вызывают гибель клеток. Да. И мы должны контролировать то, что можем контролировать. Потому что в нашей жизни так много факторов, которые мы не можем контролировать. И я имею в виду, что даже стресс является одним из основных факторов. И мы можем контролировать стресс. Но для меня это одна из самых трудных вещей, которую можно контролировать. Потому что требуется очень много усилий и понимания, чтобы распознать его и поработать над ним. Я имею в виду, что это очень много. Я имею в виду, что стресс наносит большой вред вашему организму. Существуют различные виды стресса. Так вот. Вы в ударе. Продолжайте в том же духе. Да, я не знаю. Ещё раз повторю. Так что подумайте об этом. Все симптомы возникают из-за клеточной дисфункции. Каждый симптом, который вы ощущаете, является сигналом. Это наше тело говорит нам о чём-то. Оно сообщает нам о том, что нам нужно сделать что-то другое. Прислушайтесь к своему телу. Будьте самим собой. Я адвокат. Вы сами должны заботиться о своём здоровье и перестать постоянно тянуться за лекарствами, обращаться к врачу, чтобы он помог наложить пластырь. Мы должны понять, что происходит. И мы собираемся рассказать о некоторых из них. Далее мы расскажем о некоторых способах обратить вспять, предотвратить эту метаболическую дисфункцию. И я хочу, чтобы вы задавали себе вопросы, когда у вас появится сигнал, когда ваше тело начнёт реагировать. Он что-то говорит тебе, и ты осознаёшь это, хорошо? Итак, я говорила о воде, о способах обратить вспять, увеличить потребление воды. Всё в порядке. Итак, ещё раз, когда вы получаете сигнал, спросите себя, выпила ли я достаточно воды вчера или на прошлой неделе. Как у меня обстоят дела с потреблением воды? Всё в порядке. Если нет, то увеличьте мощность. Вы знаете, у нас также есть наш усилитель гидротации. Увеличьте мощность усилитель гидротации, чтобы, знаете ли, помочь гидротации и сну. Вы знаете, что очень быстро передвигаться по воде очень важно, чтобы мы сосредоточились на этом. Это так просто сделать. Вы знаете, многие люди говорят, о, в этом нет необходимости. Мой дедушка говорил, что если пить слишком много воды, то можно заржаветь. Как будто это просто устарело, знаете ли, но на самом деле это так верно, особенно когда мы вступали во всё более современную эпоху. Когда, знаете ли, было здесь так много загрязнений, и вы говорили не об окислительном стрессе, а о первой степени хронического воспаления низкой степени тяжести. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Посмотрите на загрязняющие вещества, воздействию которых мы подвергались. Посмотрите на перегрузку токсинами, с которой сталкивается наш организм, будь то плесень, грибок, вы знаете просто различные загрязнения окружающей среды и наше водоснабжение. Я имею в виду, что каждый день вы читаете что-то новое о воздухе, воде или пище. Я имею в виду, что всё, что мы потребляем, что мы вводим в организм или наносим на него, загрязнено, так что это довольно пугающая информация. Это очень страшно. Да, да, но решение проблемы загрязнения — это разбавление, не так ли? Да, именно так. Увеличьте потребление воды. Ну вот, пожалуйста. Ложитесь спать. Ложитесь спать. Спать очень тяжело. Прошлой ночью у меня была тяжёлая ночь. Я думаю, что сегодня наши дети снова пошли в школу. Одна из наших дочерей в первый раз пойдёт в среднюю школу. Вы знаете, мой мозг сильно напрягся. У неё были проблемы со сном. Так что я не выспалась прошлой ночью. Сегодня в какой-то момент моё тело подаст мне сигнал, что что-то должно произойти. Но я уже знаю об этом. Я уже знаю, что не выспалась. Но я знаю, что сегодня вечером мне нужно обратить на это внимание. Но это всего лишь пример. Но очень многие из нас не высыпаются. Мы не уделяем этому должного внимания. Мы думаем, о, я буду в порядке через пять часов. Вы знаете, если засиживаешься допоздна за работой, то встаёшь рано. Я имею в виду, что так важно высыпаться как следует. Я не могу выразить это словами. Для этого нужно спать от семи до девяти часов. Это просто необходимо. Так что вам нужно расставить приоритеты. Я имею в виду, что мы не будем вдаваться в подробности о сне, потому что у нас уже была совершенно другая дискуссия о сне, и мы проведём её снова, потому что это очень важно. Это так чрезвычайно важно. Но вы знаете, что если вам нужна какая-то добавка, которая поможет вам уснуть, я имею в виду, что я просто выброшу её прямо сейчас в магний. Я имею в виду, что это одна из самых распространённых причин, по которой у людей возникают проблемы со сном. И это так, так просто. Так что нам пора спать. Нам нужны калории. Убедитесь, что мы получаем достаточное количество калорий, чтобы покрыть наши энергетические затраты. Но также убедитесь, что мы не переедаем. В этом есть какой-то баланс, не так ли? Мы не можем просто не есть. Если кто-то говорит мне, что я никогда не бываю голодной, поэтому я не ем так много, то ваш метаболизм, опять же это прекрасное слово, ускоряется, не так ли? В вашем организме что-то не так. Происходит гибель клеток. Это так. Это ведь не полная гибель клеток, верно? Это не обязательно так. В клетке много неэффективных функций, не так ли? Итак, вы уже во второй раз ссылаетесь на этот комментарий. Я просто хочу убедиться, что это действительно так. Это ещё не всё. Да, не всё сводится к простой гибели клеток. Дело скорее в том, что иногда эти клетки не умирают, верно, при старении и зомбировании, но клетки могут стать крайне дисфункциональными и не исчезать. И они могут вызвать ещё больший воспалительный каскад, о котором мы говорили ранее, а именно ещё один важный фактор, способствующий этому. Да, да, да. Эти два понятия как бы идут рука об руку. Увеличьте потребление белка, чтобы нарастить мышечную массу, хорошо? Они работают вместе. Но вам нужно убедиться, что вы получаете достаточное количество белка, а также убедиться, что вы нагружаете мышцы, поднимая тяжести. Это очень важно делать. С возрастом мышечная масса уменьшается так быстро, что начиная примерно с 30-летнего возраста, это очень трудно предотвратить. Вы должны работать над этим. Вы должны работать над этим. Мы делаем это очень просто с помощью протеина. У нас есть два разных вида протеиновых порошков. Это наша шоколадная сыворотка. И ещё. Это пищевая добавка. Да, ванильный. Мы перейдём к настоящим средствам для поддержания митохондрий. Но пока я сижу здесь и говорю о мышцах. Я имею в виду, что нет. Это дополнение к диете. Вот что я имел в виду, как вы всегда говорите. Это дополнение к здоровому питанию. В дополнение к здоровой диете с высоким содержанием белка на основе цельных продуктов. Вот так. Я уверена на все 100%. Помогают протеиновые порошки, аминокислоты, незаменимые аминокислоты, строительные блоки белка. Я имею в виду, что есть определённые вещи, которые мы можем сделать, чтобы помочь этому процессу. Так что это очень важно. И позвольте мне остановиться прямо здесь, поскольку я показываю некоторые добавки. Если вы у нас новичок, загляните на сайт www.sitelevegood.com. Там вы увидите все наши пищевые добавки, которые мы продаём. Мы даём там много информации, поэтому обязательно ознакомьтесь с ней. Хорошо, так что увеличивайте потребление белка, наращивайте мышечную массу, повышайте свою физическую активность. Всё это как бы снова сходится воедино. Но вам нужно двигаться, нужно выходить на улицу. Ходить пешком. Я имею в виду, что ходить пешком – это потрясающе. Не стоит недооценивать силу ходьбы. Выйдите из дома и совершите приятную часовую прогулку быстрым шагом. Мне всё равно, жарко на улице или холодно. Всё в порядке. Ребята, наши тела созданы для этого. Да, создайте этот гормезис тоже, не так ли? Приложите немного усилий к этому телу. Приведите это тело в состояние упругости, не так ли? Когда оно вырабатывает устойчивость в ответ на выполнение трудных задач. Да. Гормезис. Поэтому я всегда говорю нашим детям, что мы были созданы для того, чтобы делать трудные вещи. Именно так. Рубите дрова, носите воду. Найдите свой дзен. Это всего лишь способ снять стресс. Но опять же, найдите свой дзен. Так что я не собираюсь сидеть здесь и говорить вам, займитесь йогой, сядьте в угол и медитируйте. Вы должны делать то, что вам подходит. Понимаете? Я имею в виду, что если выйти на улицу, подышать свежим воздухом и просто подышать природой, то это поможет вам снять стресс. Сделайте это. Но опять же, найдите то, что подходит именно вам. Разработайте режим питания, в котором мы очень хорошо помогаем. И я всегда говорю, что я всегда к вашим услугам. Напишите Лизе Лайфгуд на меньше, чем у РЛ, больше, чем, чтобы задать дополнительные вопросы и помочь с этим. Но мы также предоставляем так много информации на нашем веб-сайте. А также о том, чему мы уже научились, смотрите на нашем канале YouTube. Так что еще раз повторю, еще одна причина, подпишитесь. Кроме того, существуют также целенаправленные вмешательства, помогающие восстановить наши митохондрии, энергетические центры наших клеток. И мы поговорим об этом во второй главе. Итак, еще раз повторю, это то, что мы можем сделать. Это образ жизни, факторы образа жизни, которые мы можем сделать, чтобы помочь предотвратить обратную метаболическую дисфункцию. И я просто хочу коротко сказать кое-что о метаболической дисфункции. Я имею в виду, ребята, если у вас что-то есть, я имею в виду резистентность к инсулину, у вас низкий уровень холестерина ЛПВП, или он находится на низком уровне. Окружность вашей талии больше, чем должна быть. Так оно и есть. У меня высокий уровень триглицеридов. У меня высокий уровень триглицеридов. Высокое кровяное давление. Все это похоже на то, что все это является частью метаболической дисфункции. Но это также похоже на то, что ваше тело подает вам небольшие сигналы перед тем, как оно подаст вам более серьезные сигналы. А затем перед тем, как оно подаст вам самые разрушительные сигналы, которые могут привести к сердечному приступу и инсульту. Именно так. Поэтому, когда мы отступаем на шаг назад, я говорю, что вам нужно прислушиваться к своему телу и к этим крошечным сигналам, которые оно нам подает. И перестать отмахиваться от них или принимать лекарства просто для того, чтобы избавиться от них, потому что они раздражают. Вот. Подумайте о том, что он вам говорит, прежде чем переходить к следующему шагу, а затем, возможно, и к последнему, когда вы уже ничего не сможете с этим поделать. Все эти физические проявления представляют собой большой каскад событий, в которые у вас есть возможность вмешаться в любой момент времени. Да. И, как правило, есть симптомы, а также другие признаки. Итак, еще один момент, который следует отметить, заключается в том, что за последние пару лет мы создали много контента только по некоторым из этих тем. Потому что это огромное слияние вещей, не так ли? Как будто есть не только что-то одно, что вносит свой вклад, как сказала Лиза. Так что вернитесь назад и посмотрите, как увеличиваются показатели сердечно-сосудистых заболеваний. Мы провели одно исследование, посвященное сну, одно стрессу, одно здоровому управлению весом и составу тела. Вы знаете, мы много говорим о липидах, таких как триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, а также о различных факторах. Так что все это тоже есть. Да. Да. Это очень, очень, очень важно. И пока я перехожу к нашей следующей, последней теме, конкретно к добавкам для поддержки наших митохондрий, если у вас, ребята, есть какие-либо вопросы или комментарии. Обязательно задавайте их в комментариях, потому что после этого мы рассмотрим их в прямом эфире, хорошо? При условии, что они имеют отношение к теме, которую мы обсуждаем. Если у вас возникнут другие вопросы, не относящиеся к этой теме, присылайте мне электронное письмо. Хорошо, и так, пищевые добавки для поддержки наших митохондрий. Так вот, я могла бы перечислить их все и сказать, что каждая из наших добавок будет работать на поддержку митохондрий, но мы собираемся вернуться к основам. Это основные основополагающие вещи. Нам нужно что-то делать. И я всегда это говорю. Есть вещи, которые мы хотим сделать, чтобы устранить недостаток питательных веществ. По сути, это наши любимые микроэлементы. Устраните недостаток питательных веществ, уменьшите нежелательное воспаление и обеспечьте организм антиоксидантами. Когда я говорю это в двух словах, это так просто сделать, потому что у вас есть наши мультивитамины, как мужские, так и женские, три витамина D, два витамина К и наш комплекс магния. Итак, эти три продукта, поскольку вы можете выбрать только один из мужских или женских мультивитаминов, входят в наш ежедневный набор необходимых продуктов. Их необходимо принимать ежедневно. Мы должны предотвращать дефицит питательных веществ. Вы не можете просто принять их в один прекрасный день и подумать, ой, я только что добавила себе немного дополнительных питательных микроэлементов. Нет, как будто нам нужно принимать их регулярно. Это ежедневная процедура. А также наш четвертый фактор, который является мощным противовоспалительным средством. Четвертый фактор содержит омега-3, рыбий жир, коэнзим Q10, куркуму и чеснок. И это суточная доза. Все это содержится в одном гелевом колпачке, что просто удивительно, потому что вы можете отказаться от использования нескольких флаконов и получать достаточное количество каждого из них. Хорошо, и так, это опять же уменьшает нежелательное воспаление, нагрузку, или уменьшает нежелательное воспаление и устраняет дефицит питательных веществ. А затем, когда я говорю о том, чтобы нагрузить организм антиоксидантами, ребята, это поможет предотвратить окислительный стресс. Обратите его вспять. Супер-зеленые и супер-красные продукты, органические супер-зеленые и супер-красные продукты, также регулярно употребляйте цельные продукты, овощи, фрукты. Еще раз повторю, добавляйте супер-зеленые и супер-красные продукты в дополнение к употреблению этих очень полезных, органических, цельных фруктов и овощей. А еще у нас есть наш метиленовый синий. А затем я хочу, чтобы вы немного разобрались в этом вопросе. Таким образом, метиленовый синий предназначен для восстановления митохондрий. Это очень-очень-очень важно, и немногие люди не знают о метиленовом синим. Но если вы знаете о нем, то понимаете, насколько он полезен и насколько важен для предотвращения обратной метаболической дисфункции. Да, конечно, так оно и есть. Так что да, я просто думаю о том, как много всего было сказано за последние несколько минут. Все в порядке, это потрясающе. Что касается разговоров о метиленовом синим, то я должен немного отступить назад и просто углубиться в то, что вы сказали о метаболизме. Давайте просто назовем это краеугольным камнем нашей дискуссии, потому что, знаете ли, здесь происходит огромное количество химических реакций. И это зависит от большого количества витаминов и минералов в качестве кофакторов. Вам нужны аминокислоты в качестве строительных блоков для выработки ваших белков, ваших нуклеиновых кислот, а значит вашей ДНК, вашей РНК, ваших липидов. Или вам также нужны липиды. Но у вас есть все эти очень важные витамины и минералы, независимо от того, являются ли они незаменимыми или нет, организм зависит от них. Потому что в организме происходит невероятно сложный набор химических реакций. Так что я просто хочу подчеркнуть, что это очень важно. Очень важно понимать это просто потому, что вы говорили о питательных микроэлементах, которые являются вашими витаминами и минералами. Именно здесь вы действительно можете получить все необходимое. Я бы хотел, чтобы все это поступало из наших пищевых источников. Но это не так. И цифры говорят о том, что у 9 из 10 человек наблюдается дефицит по крайней мере одного витамина или минерала. Кроме того, существует аспект макронутриентов. Так что вам нужны белки. Ваши белки не обязательно являются источником энергии. На самом деле они необходимы для того, чтобы обеспечить это. Они являются строительными блоками для всего остального, о чем мы только что говорили. Итак, у вас есть возможность синтезировать мышечный белок. Вам нужно наращивать и поддерживать эту сухую мышечную массу. Именно так вы улучшите свой метаболизм. Это абсолютно точно. Это факт. Тогда у вас есть строительные блоки для гормонов. Мы не говорили о гормональном здоровье, потому что сегодня на этом не стоит заострять внимание. Но существует огромный аспект метаболического здоровья. И еще есть ферменты, о которых мы говорили. У вас могут быть пищевые ферменты в желудке, во рту, но у вас также есть действительно важные ферменты, которые расщепляют белок. Может помочь в производстве веществ, которые отвечают за цепочку переноса электронов и за весь цикл Крепса, а также за все процессы в митохондриях. Именно там вырабатывается наш АТФ. А что такое АТФ? Это наша энергетическая валюта. Это вещество, которое митохондрии и органелл буквально вырабатывают изо всех сил, и мы ожидаем, что оно будет производить очень много. Так что да, я имею в виду, что здесь многое происходит, когда вы начинаете говорить о функциях митохондрий. Но в основном все сводится к тому, что все это значит. И мне нравится, как вы это упростили. Это была потрясающая работа, потому что это такая запутанная, такая сложная тема. И существует так много способов, которыми вы можете просто завалиться информацией и просто спросить, хорошо, так что же это было еще раз? Что это вообще было? Это что опять школьная биология, где мы говорим об органеллах, здоровье клеток и переносе электронов? И единственная причина, по которой мы используем эти слова, заключается в том, что мы хотим, чтобы вы поставили лайк, если это что-то вас интересует. Это то, что вы можете найти в Google. Это то, что вы можете прочитать с точки зрения непрофессионала. Даже с помощью искусственного интеллекта в наши дни вы можете прочитать очень многое, независимо от того, доверяете вы ему или нет. Но существует так много всего, что вы можете прочитать. Я обычно предостерегаю вас при поиске в Google, потому что там очень много ложной информации. Я бы хотел вернуться к клиническим ресурсам и тому подобному. Но да, в этом-то и заключается суть дела. Но давайте поговорим о метиленовом синем. Опять же, мы говорим о метаболизме, но это две разные вещи. Это катаболизм и анаболизм. Таким образом, катаболизм — это разрушение, а анаболизм — это накопление. Поэтому я думаю, что анаболики, анаболические стероиды, они укрепляют вас, они делают вас сильными. На самом деле это всего лишь передача энергии. И дело в том, что с возрастом мы теряем способность преобразовывать эту энергию из энергии пищи, как вы сказали, из пищи в химическую энергию. И со временем это ускоряется, потому что мы подвергаем себя многократному воздействию одних и тех же дерьмовых обработанных пищевых продуктов. Мы не обращаем внимания на токсины в нашей окружающей среде. Мы просто продолжаем накладывать на себя все, что бы это ни было, плохой уход за кожей, искусственные ароматизаторы в нашем доме. Вы, наверное, можете назвать 50 из них навскидку. Все что угодно. Это зависит от того, что вы вкладываете в свое тело, что вы надеваете на свое тело, что есть у вас дома. Я имею в виду, что это все. Я положила это сюда для муслинг блю. О, ладно, круто. Да. Таким образом вы постоянно сталкиваетесь с вещами, которые создают стресс для нашей системы. И еще был один вопрос, ранее здесь был один комментарий, но ранее я уже высказывался о том, что клетки не обязательно всегда умирают. Они просто как бы деактивируются и попадают в организм. Таков порядок вещей. И вот этот комментарий, который я получил, говорит об усилении апоптоза, который является программой клеточной смерти. Да, именно этого мы в конечном счете и хотим. Мы хотим, чтобы организм сказал, клетка достигла этого предела и вы мертвы, мы собираемся убить вас, мы собираемся съесть вас. Сожрут тебя, а потом ты исчезнешь, превратишься в мусор и создашь что-то новое. Это очень-очень важный процесс. В том, как работает наш организм, очень важен гомеостаз. Так оно и будет на самом деле. Например, если ваш организм не получает питательных веществ, о которых говорила Лиза, он будет высасывать их из организма. Он заберет их из ваших костей, он заберет их из ваших мышц, и это будет происходить быстрее, потому что это приведет к расставке приоритеты в работе мозга. Это приведет к расставлению приоритетов в работе сердца. Это приведет к тому, что у него будут ферменты, гормоны, нейротрансмиттеры. Ну, ты же знаешь, все это на месте. Так что он начнет разрушать эти ткани, потому что, например, ему нужно высвободить аминокислоты. Вы знаете, что существует множество способов заставить организм работать усерднее, чтобы сохранить себя, но это приведет к стрессу. На пути к этому у него будет большой стресс. Вот почему так важно опередить события. Не отставайте от этой кривой. Не позволяйте своему телу дойти до этой стадии. Оно все это время разговаривало с вами. Оно дает вам понять, что вы играете в пиклбл уже 4 часа подряд. У вас очень напряжены подколенные сухожилия, болит сустав и лодыжка. Возможно, сейчас самое время сделать перерыв и отправиться домой. Возьмите с собой какие-нибудь усилители гидротации. Это усилители гидротации. Это растяжка. Посидите в тени, разомнитесь и идите домой. Вы знаете, это просто общение с вами, людьми. Просто послушайте, что он говорит. Он кричит громко и отчетливо. Если вы обратитесь к врачу, если он задаст правильные вопросы, то он скажет, о боже мой, да. Но обычно они не задают таких вопросов. Они больше беспокоятся о том, что уровень сахара в вашей крови равен X. Так что теперь вот ваше антидиабетическое лекарство. И очень часто, например, только потому, что вы упомянули о докторах, мы не обращаемся к врачу из-за этих сигналов, которые мы получаем от ребенка. Мы обращаемся к более серьезным сигналам. Но не игнорируйте свое тело. Не игнорируйте и тех, кто совсем маленький. Когда речь заходит о метиленовой синеве, Мелани спрашивает, могу ли я принимать метиленовую синюю через день, а затем сделать перерыв на 30 дней. Так что да, суть в том, что вы хотите дать своему организму отдохнуть. Вы не хотите, чтобы ваши митохондрии зависели от метиленового синего, но вы хотите использовать метиленовый синий для стимуляции метахондрий. И позвольте мне по-быстрому разобраться с этим, просто потому, что метиленовый синий – это то, к чему я вроде как стремился, и я всегда так поступаю. Склонный сбиваться с пути и блуждать, как пациент, которому требуется помощь. Но так оно и есть на самом деле. Так что метиленовый синий – это круто, потому что, если забыть об истории, то ее уйма. Но это окислительно-восстановительный агент. Так что это донор электронов, или, возможно, он может быть рецепиентом электронов и перерабатывать электроны. Но ранее я говорил о митохондриях и цепи переноса электронов, генерирующей АТФ. Итак, со временем ваш организм испытывает стресс, органеллы работают не так хорошо, их не так много. Как правило, на каждую клетку приходится от одной до двух митохондрий, я думаю. Я думаю, что в сердце их примерно в пять раз больше, но это потому, что сердце и мозг являются центрами с высокой потребностью в энергии. Таким образом, метиленовый синий работает как окислительно-восстановительный агент, который действительно может снабжать митохондрии топливом, необходимым для выполнения их миссии. Он делает это несколькими различными способами. Так что да, причина, по которой Лиза говорит, что не стоит полностью полагаться на него каждый божий день, заключается в том, что вы хотите вернуть митохондрии в оптимальное состояние. Так вот, вы не добьетесь этого, если будете принимать митохондрии 15 дней подряд, 15 дней не принимать и не менять свои пищевые привычки. Вы просто не будете этого делать. Это не волшебное средство. Так что да, через день в течение 30 дней и 30 выходных это нормально. Пока вы занимаетесь этим и отвечаете на звонки, выполняете тяжелую работу, прилагаете усилия. И это может означать, что вам придется потратить немного больше денег на более качественную еду и тому подобные вещи. Но возможно вы сэкономите деньги, потому что не будете так часто обедать вне дома. Вы не будете полагаться на некоторые из этих дерьмовых полуфабрикатов. Знаете, вы можете недорого приготовить еду дома и сэкономить деньги по сравнению с ценами, которые я наблюдаю на фастфудах с высоким содержанием обработанных продуктов. Так что суть этой истории в том, что да, конечно. Делайте с метиленовым синим то, что вам подходит. Не делайте этого каждый божий день вечно. Это не входит в наши планы. Так что восстановление нормальной функции митохондрии будет лучшим решением, которое вы когда-либо принимали. Если вы будете думать об этом каждый раз, когда почувствуете что-то странное в своем теле, или у вас появится какой-то признак или симптом, и будете вспоминать, как мне сосредоточиться на первопричине, как мне добраться до сути того, что я чувствую, или этой проблемы, вы, вероятно, собираетесь вернуться к клеточному уровню, даже если вы не специалист по клеточной биологии. Как будто вы просто подумаете, знаете, что, возможно, здесь происходит какое-то воспаление, этот окислительный стресс, у меня слишком высокий уровень кортизола, потому что мой стресс не справился должным образом. Я не сплю. О, возможно, это еще одна причина, по которой у меня повышается уровень кортизола. О, вы знаете, как будто что-то начинает происходить, и вы думаете, ладно, круто, теперь я с этим согласен. Но если вы этого не сделаете, не делайте этого в течение 15 лет, пройдет 2025 лет, возможно, некоторые из них. И теперь вы в опасности для решения некоторых из этих эпигенетических проблем, верно? Там, где, возможно, они не были бы выражены, но из-за того, что вы не обращали внимания, сейчас они получают выражение. Таким образом, вы увидите нейродегенеративные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона. Итак, сейчас вы находитесь в этой очень страшной части жизни, потому что многие из этих признаков и симптомов проявляются в течение 15 лет. На эти годы никто не обращал внимания. Вы правы. Так вот, ребята, в чем заключается наше сегодняшнее послание. Да. Мы можем в какой-то степени обратить это вспять. Мы можем ожидать нормального ухудшения состояния с возрастом. Возраст — это фактор риска номер один для хронических заболеваний, старения, как бы вы это ни называли. Но мы можем внести свой вклад. И метиленовый синий и некоторые из этих добавок, безусловно, могут сыграть важную роль в этой миссии. Да, так что надеюсь, то, что вы сегодня приготовили на вынос, послужит для меня сигналом к пробуждению. Это как сигнал к пробуждению, распознавать эти маленькие сигналы, которые подает нам наше тело. Каждый маленький сигнал означает, что что-то происходит. Вы могли бы, в каждом отделе вашего тела может наблюдаться клеточная дисфункция, и это даст вам сигнал, исходящий из этого отдела вашего тела. Так что просто будьте бдительны, будьте защитником самого себя. Это очень важно. И давайте перестанем тянуться к бутылочке с лекарством только потому, что наш организм подает нам сигнал. Примите этот сигнал и выясните, что происходит, и проанализируйте те факторы образа жизни, которые я перечислил в разделе «Как предотвратить, обратить вспять». Как прислушаться к этому сигналу и лечить. Это ведь так, верно? И позаботьтесь о своем теле. Повторю еще раз. Все в порядке. Будьте уверены, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, всегда цените это. Здесь были некоторые вопросы, которые на самом деле не имели никакого отношения к теме, так что еще раз повторю, свяжитесь со мной по электронной почте, я всегда доступна. И загляните на наш веб-сайт livegood.com, чтобы узнать все о том, что еще мы предлагаем. До следующей встречи, ребята. Желаю вам отличного дня. Увидимся позже.